АПЛОДИСМЕНТЫ Избежать излишнего политеса и необходимости говорить округлыми, приятными, но пустыми дипломатическими штампами. Формат конференции позволяет сказать то, что я действительно думаю о проблемах международной безопасности. И если мои рассуждения покажутся нашим коллегам излишне полемически заострёнными, либо неточными, я прошу на меня не сердиться. Это ведь только конференция. И надеюсь, что после двух-трёх минут моего выступления господин Тельчик не включит там красный свет. Предлагавшийся же после холодной войны однополярный мир тоже не состоялся. История человечества, конечно, знает и периоды однополярного состояния, и стремления к мировому господству. Чего только не было в истории человечества. Однако, что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена. Потому что разрушает его изнутри. И это ничего общего не имеет, конечно, с демократией. Потому что демократия, это, как известно, власть большинства при учёте интересов и мнения меньшинства. Кстати говоря, Россию нас постоянно учат демократии. Но те, кто нас учат, сами почему-то учиться не очень хотят. Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что, прежде всего, конечно, Соединённых Штатов перешагнула свои национальные границы. И, по сути, во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государством. Ну, кому это понравится? Кому это понравится? Быть действительно исключительной мерой, так же, как и применение смертной казни в правовых системах некоторых государств. Сегодня же мы, наоборот, наблюдаем ситуацию, когда страны, в которых применение смертной казни запрещено даже в отношении убийц и других преступников, опасных преступников. Несмотря на это, такие страны легко идут на участие в военных операциях, которые трудно назвать легитимными. А ведь в этих конфликтах гибнут люди, сотни, тысячи мирных людей. Убеждён, единственным механизмом принятия решений по использованию военной силы, как последнего довода, может быть только устав ООН. И в этой связи я или не понял то, что было сказано совсем недавно нашим коллегой, министром обороны Италии, либо он выразился не точно. Я, во всяком случае, услышал, что легитимным применение силы может считаться только в том случае, если решение принято в НАТО, или в Евросоюзе, или в ООН. Если он действительно так считает, то у нас с ним разные точки зрения. Или я слышался, легитимным можно считать применение силы только если решение принято на основе и в рамках ООН. И не надо предменять организацию объединённых наций ни НАТО, ни Евросоюзом. В дальнейшем придерживаться договора о нераспространении ядерного оружия и многостороннего режима контроля за ракетными технологиями. Принципы, заложенные в этих документах, носят универсальный характер. В этой связи хотел бы вспомнить, что в 80-е годы СССР и Соединённые Штаты подписали договор о ликвидации целого класса ракет средней и малой дальности. Но универсального характера этому документу придано не было. Сегодня такие ракеты уже имеют целый ряд стран. Иран, Корейская народно-демократическая республика, Республика Корея, Индия, Иран, Пакистан, Израиль. Многие другие государства мира разрабатывают эти системы и планируют поставить их на вооружение. И только Соединённые Штаты Америки и Россия несут обязательства не создавать подобных систем вооружения. Ясно, что в этих условиях мы вынуждены задуматься об обеспечении своей собственной безопасности. Нас также не могут не тревожить планы по развертыванию элементов системы противоракетной обороны в Европе. Кому нужен очередной виток неизбежной в этом случае гонки вооружения? Глубоко сомневаюсь, что самим европейцам ракетного оружия, реально угрожающего Европе, с дальностью действия порядка 5-8 тысяч километров нет ни у одной так называемой из проблемных стран. И в будущем в обозримой перспективе и не появится, не предвидится даже. Да и гипотетический пуск, например, северокорейской ракеты по территории США через Западную Европу – это явно противоречит законам баллистики. Как говорят у нас в России, это всё равно, что правой рукой дотягиваться до левого уха. Что же происходит в это же самое время? А в это самое время в Болгарии и Румынии появляются так называемые лёгкие американские передовые базы по 5 тысяч штыков в каждой. Получается, что НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам, а мы, строго выполняя договор, никак не реагируем на эти действия. Думаю, очевидно, процесс НАТОвского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого Альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьёзно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить, против кого это расширение. Очевидно, что цена на энергоносители должна определяться рынком, а не являться предметом политических спекуляций, экономического давления или шантажа. Мы открыты для сотрудничества. Зарубежные компании участвуют в наших крупнейших энергетических проектах. По различным оценкам, до 26% добычи нефти в России приходится на иностранный капитал. Попробуйте привести мне пример подобного широкого присутствия российского бизнеса в ключевых отраслях экономики западных государств. Нет таких примеров. Таких примеров нет. Как вы знаете, процесс присоединения России к ВТО вышел на финальную стадию. Отмечу, что в ходе долгих, непростых переговоров мы не расслышали слова о свободе торговли, о равных возможностях, но почему-то исключительно приметительно к нашему, к российскому рынку. Ещё одна важная тема, прямо влияющая на глобальную безопасность. Сегодня много говорят о борьбе с бедностью. Что здесь происходит на самом деле? С одной стороны, на программы помощи беднейшим странам выделяются финансовые ресурсы, и подчас немаленькие финансовые ресурсы. Но, по-честному, и здесь многие тоже это знают, зачастую под освоение компаниями самих же стран-доноров. Но в то же время, с другой стороны, в развитых странах сохраняются субсидии в сельском хозяйстве, ограничивается для других доступ к высоким технологиям. И давайте называть вещи своими именами. Получается, что одной рукой раздаётся благотворительная помощь, а другой не только консервируется экономическая отсталость, а ещё и собирается прибыль. Возникленцы по безопасности, уважаемые дамы и господа, нельзя обойти молчанием и деятельность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Как известно, она была создана, чтобы рассматривать все, я подчеркну это, все аспекты безопасности – военно-политические, экономические, гуманитарные, причём в их взаимосвязи. Сегодня что мы видим на практике? Мы видим, что этот баланс явно нарушен. ОБСЕ пытаются превратить в вульгарный инструмент обеспечения внешнеполитических интересов одной или группы стран в отношении других стран. И под эту задачу вскроили и бюрократический аппарат ОБСЕ, который абсолютно никак не связан с государствами и учредителями. Вскроили под эту задачу процедуры принятия решений и использования так называемых неправительственных организаций. Формально, да, независимых, но целенаправленно финансируемых, а значит подконтрольных. Согласно основополагающим документам, в гуманитарной сфере ОБСЕ призвано оказывать странам-членам, по их просьбе, содействие в соблюдении международных норм в области прав человека. Это важная задача. Мы ее поддерживаем, но вовсе это не означает вмешательство во внутренние дела других стран. Тем более, не навязывание этим государствам того, как они должны жить и развиваться. Продолжение следует...